Двое мужчин погибли при пожаре в Зубово-Полянском районе. Трагический инцидент случился в посёлке Евас в ночь на вторник 24 января. Там полыхал жилой дом. Спасателям о пожаре сообщили местные жители. 24 января 2023 года в 00 часов 4 минуты в пожароспасательную службу Зубово-Полянского района поступило сообщение о пожаре. По адресу посёлок Евас, улица Садовой, дом 3. По прибытию пожароспасательных подразделений было установлено, что происходит горение летней кухни на площади 15 квадратных метров. В час 05 минут пожар был ликвидирован. При разборе места пожара сотрудниками МЧС России было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения, предположительно, собственником дома. В 3 часа 50 минут огнеборцами найдено тело второго погибшего. Предварительная причина пожара связана с неисправностью печного отопления. По данному факту, Следственный комитет проводит проверку. Назначено судебное медицинское исследование с целью установления точной причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято соответствующее профсоциальное решение. Ночной рейд сотрудников ДПС завершился попыткой дать им взятку. В минувшие выходные на улице Севастопольской инспекторы остановили машину Hyundai Solaris. Находившийся за рулём 44-летний мужчина был пьян. Чтобы инспекторы не составляли на него протокол об административном правонарушении, мужчина предложил взятку в 30 тысяч рублей. Даже после того, как водители предупредили об уголовной ответственности, мужчина продолжал пытаться откупиться. Полицейские незамедлительно доложили о коррупционном предложении в дежурную часть. В настоящий момент по данному факту назначено проведение экспертизы, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение. В случае установления вины водителя руководством республиканского МВД будет принято решение о поощрении сотрудников полиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Попытка получить интим услуги обернулась для 16-летнего школьника потери 17 тысяч рублей. Подросток из Нижнего Новгорода гостил у бабушки в Саранске. Во время её отсутствия он вместе с другом на одном из интернет-сайтов нашёл объявление о предоставлении платных интимных услуг. Подростки позвонили по указанному номеру. Администратор за встречу с девушкой попросил 2 тысячи рублей предоплаты. Десятиклассник выполнил это условие. Затем у него попросили оплатить страховку в размере 7,5 тысяч рублей и ещё аналогичную сумму уже в качестве залога. Юноша перечислил 17 тысяч, после чего ему сказали внести ещё 15 тысяч рублей. Школьник ответил, что у него больше нет денег. В последующем потерпевшему позвонил другой мужчина, который стал настаивать на перечислении указанной суммы. Испугавшись, юноша перестал отвечать на звонки. Рассказал о произошедшем бабушке, с которой они обратились в полицию. Таким образом, причинённый ущерб составил 17 тысяч рублей. В настоящий момент полицейские выясняют личности мошенников. Куда более солидной суммы лишился взрослый житель Саранска. Работник одного из заводов мошенникам перечислил более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Звонивший представился сотрудником банка, после чего сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит. Тот по указанию звонивших оформил так называемый зеркальный заём в размере свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей, из которых 465 тысяч составляла страховка. Полученный 1 миллион 374 тысяч рублей он несколькими платежами перевёл неизвестным. При этом потерпевший не успел перечислить мошенникам страховую сумму. На следующий день мужчина решил лично обратиться в банк, где узнал, что стал жертвой злоумышленников. В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к совершению преступления. В Краснослободске росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в розыске. Около пяти часов вечера, находясь на маршруте патрулирования по улице Коммунистическая около дома номер 96, сотрудники Росгвардии заметили подозрительного мужчину, который соответствовал приметам, указанным в ранее полученной ориентировке. Стражи правопорядка установили его личность и убедились, что именно этот гражданин находится в территориальном розыске. Мужчину задержали и передали полицейским. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на улице Мордовской. Ночью 18-летний молодой человек, управляя отечественным вазом, сбил 17-летнего пешехода, который шел по двору. Водитель с места происшествия скрылся, но затем был задержан. Как выяснилось, у него не было водительских прав. Пострадавший с различными травмами был доставлен в травмпункт. Назначено амбулаторное лечение. Полиция Розаевского района разыскивает преступника, который похитил золотые изделия из ювелирного магазина. Злоумышленник прямо при сотруднице разбил витрину и начал вытаскивать оттуда украшения. Продавец попытался помешать налетчику, стал и бить его по плеча, но он просто не обращал на девушку внимания. В итоге нападавший скрылся. Его действия попали в объектив видеокамеры, установленной в помещении. Приметы Роз 170-175 см, худощавого телосложения, на вид около 25 лет. Был одет в темную вязаную шапку, темный шарф, желтую куртку с логотипом Пума на капюшоне. Просьба ко всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону дежурной части отдела МВД России по Розаевскому району 38-59-64 или 102. Также в Розаевке неизвестный похитил товар на материальной ценности из сетевого магазина, расположенного по улице Ленина. Сумма ущерба составила 15 308 рублей. Приметы разыскиваемого. На вид 20-25 лет среднего телосложения. Он был в черной куртке, штанах и шапке, темных кроссовках, при себе имел черный рюкзак с логотипом. Всем, кто располагает информацию о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 38-59-64 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова